Юрий Алексеевич Редькин рассказывает о частях лечения гипертонии при сахарном диабете. Мы продолжаем наш курс про патри, связанный в первую очередь с сахарным диабетом, но и не только. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очередной раз очень приятно выступить перед вами. Сегодня мы с вами будем говорить об особенностях лечения артериальной гипертензии при сахарном диабете. Как вы понимаете, артериальная гипертензия сама по себе является мощнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но и сам сахарный диабет также, и об этом мы с вами говорили в прошлый раз, является таким же не менее мощным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и понятно, что сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета – это, ну, прям совсем мощный фактор. И, конечно, есть ряд вопросов, которые возникают, когда мы начинаем лечить таких пациентов, имеющих сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета. Ну и, конечно, я сегодня не буду говорить о каких-то классификациях артериального давления. Я сегодня буду в основном говорить, опять-таки, о новых исследованиях и новых рекомендациях, касающихся именно вот такого сочетания. Ну и, на мой взгляд, логично было бы ответить сначала на вопрос, который звучит так. Каковы же все-таки преимущества и риски антигипертензивной терапии при сахарном диабете по данным исследованиям? Этих исследований на сегодня достаточно много и, к сожалению, не все они соответствуют требованиям доказательной медицины. Поэтому вначале я расскажу про относительно давние исследования и потом сделаю акцент на новых исследованиях, которые были относительно недавно. Ну и таким вот относительно старым исследованием, его данные были опубликованы в 2010 году, является исследование Аккорд, которым было около 5000 участников. Это были пациенты именно с сахарным диабетом второго типа в возрасте от 40 до 79 лет с уже доказанными сердечно-сосудистыми заболеваниями или множественными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Обратите внимание, что в этом исследовании пациенты были разделены на две группы. Одна группа получала интенсивное лечение с целевым значением систолического артериального давления менее 120 мм тутного столба. А вторая группа пациентов получала обычное стандартное лечение с целевым значением систолического артериального давления 130-140 мм тутного столба. Надо сказать сразу, что в обеих группах целевые значения в этом исследовании были достигнуты. Вы видите среднее систолическое давление в этих группах. В первой группе интенсивного лечения это 119 мм тутного столба, в стандартной группе 130. Но самое интересное, что в этом исследовании не было показано преимуществ по инфарктам миокарда, несмертельным инсультам и смертям подсердечно-сосудистых заболеваний. В этом исследовании выявлено только снижение риска инсульта на 41% в группе с интенсивным контролем. Но однако при дальнейшем наблюдении этих пациентов эта тенденция не сохранилась. Ну и также было выявлено, что в группе интенсивного контроля был повышен уровень побочных эффектов. Это повышение уровня креатинина и электролита в сыворотке крови. То есть, несмотря на то, что это исследование на сегодня до сих пор является самым таким доказательным по оценке преимуществ интенсивного контроля артериального давления при сахарном диабете, но, тем не менее, вот эти результаты, они как бы говорят о том, что вот такое интенсивное лечение, оно не всегда оправдано. И, кстати, эти же выводы были в нескольких других исследованиях. Вот одно из исследований, еще одно – это Адванс. Оно тоже не новое, его результаты были опубликованы еще в 2007 году. Но здесь обратите внимание, что при интенсивном лечении целевые значения систолического артериального давления были несколько другими. И, соответственно, уровень артериального давления, который достигался в группе интенсивного лечения, был уже 136, то есть не менее 120. И уже в этом исследовании действительно было получено снижение риска основных макро- и микрососудистых событий на 9%, смерти от любой причины на 14% и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 18 период. И, собственно, это исследование длилось 6 лет, и вот риск смерти в группе интенсивного лечения, он несколько увеличился за эти 6 лет, но все равно оставался достаточно снижен. То есть возникает вопрос, какие целевые значения мы должны достичь при сочетании сахарного диабета и артериальной гипертензии. Ну и вот еще одно исследование, тоже крупное, 18 тысяч участников, и оно было акцентировано на диастолическом артериальном давлении. И вот в этом исследовании уже не было выявлено различий в риске сердечно-сосудистых заболеваний между группами интенсивного и стандартного контроля. Но, правда, это исследование было не чисто посвящено диабету, в нем пациентов с диабетом было около полутора тысяч, но вот в этой группе, группе сахарного диабета, интенсивная цель диастолического артериального давления ниже 80 миллиметров втутного столба была связана со значительно сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Он составил, он был меньше в группе интенсивного лечения на 51%. Соответственно, это опять-таки нам говорит о том, что да, целевые значения диастолического артериального давления надо ставить, но какими они должны быть, соответственно, здесь опять-таки некоторые вопросы. Ну и одно из самых новых исследований, исследование SPRINT, вот здесь уже было выявлено снижение риска инфарктов миокарда, острого коронарного синдрома, инсульта, сердечной недостаточности и смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. Но, правда, опять-таки с условием, что интенсивная терапия повысила риск электролитных нарушений. И, в общем-то, мы видим вот эти противоречивые результаты между исследованиями, например, ACCORD, ADVANCE и исследованием SPRINT. Ну, в общем-то, многие исследования, они объясняют это тем, что это связано с различиями в дизайне исследований и различиями в целевых значениях. И поэтому здесь необходимо говорить о том, что нужно правильно поставить диагноз и, соответственно, правильно задать целевые уровни артериального давления. И вот здесь опять есть некоторые требования и некоторые исследования, которые нам говорят, от чего же все-таки зависят вот эти разницы в таких крупных, казалось бы, рандомизированных исследованиях. Ну и оказалось, что первое, от чего это может зависеть, это от того, как и где мерилось артериальное давление. Вот если артериальное давление мерилось на приеме у врача, то оно будет выше, чем если это домашние измерения пациента. И вот, собственно, вы видите, что есть вот эти исследования, это метаанализ многих исследований, и действительно было показано, на этом слайде это уровень систолического артериального давления. Так вот, он очень сильно различался между давлением, померенным в домашних условиях, и давлением, померенным в условиях приема у врача. То же самое касается и диастолического артериального давления. Здесь была разница достаточно тоже существенная, потому что различие составляло более 2%, соответственно. То есть можно говорить о том, что действительно эта разница существует. И вот как раз количество пациентов, которым достиглась нормализация уровня артериального давления, также отличается. Но при этом, правда, вот что еще интересно, в этом исследовании не было разницы по количеству назначаемых препаратов практически, и, собственно, количество визитов к врачу оставалось также одинаковым. То есть, соответственно, каковы же вот те современные рекомендации, которые бы учитывали вот эти факторы. И на сегодня наши с вами рекомендации говорят о том, что действительно измерение артериального давления в домашних условиях, они могут лучше коррелировать с риском атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, чем измерение на визите к врачу. Причем домашний мониторинг, он улучшает приверженность пациентов к назначенному лечению, и таким образом может помочь также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и вот именно для анализа расхождения между вот этим офисным и истинным артериальным давлением, а это может быть и симптом белого халата, и скрытая артериальная гипертензия. Большинство руководств на сегодня говорят о том, что в алгоритм обследования пациента с сахарным диабетом и артериальной гипертензией должен быть включен самоконтроль артериального давления в домашних условиях, и, если это возможно, круглосуточный амбулаторный мониторинг артериального давления. Ну и таким образом, измерение артериального давления действительно нужно проводить, и напомню также, что есть стандартные условия измерения артериального давления, вы их все прекрасно знаете, и еще раз акцентирую ваше внимание, что все пациенты с гипертонической болезнью, страдающие диабетом, должны контролировать свое артериальное давление дома. Ну и, коль мы обсудили, как различаются показания, теперь вот те целевые значения, про которые я начал уже говорить в самом начале. Итак, ну, на сегодня есть очень интересные данные о том, что вот эти целевые значения, которые мы ставим пациентам, они должны различаться у многих пациентов в зависимости от разных факторов. И вот вы эти критерии, целевые значения наверняка знаете, мне бы хотелось сказать вот о чем, что в последнее время были разработаны различные калькуляторы риска для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно атеросклеротических. Но эти риски, эти калькуляторы, они не были связаны с сахарным диабетом. И вот в 2015-2016 годах был разработан специальный калькулятор, это Американский колледж кардиологии и Американская ассоциация сердца, который учитывал наличие сахарного диабета. Он рассчитывает 10-летний риск атеросклеротических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, и характеризуется, если он до 5, это низкий риск, от 5 до 7,4 пограничный, от 7,5 до 19,9 промежуточный, и более равно 20, это уже высокий риск. И вот на сегодня многие рекомендации нам рекомендуют ориентироваться на вот этот расчетный 10-летний риск. То есть для людей с сахарным диабетом и гипотезом более высоким с сердечно-сосудистым риском, то есть более или равно 15, вот у этих пациентов может быть более целесообразно целевое значение артериального давления менее 130-80, если это может быть достигнуто безопасно и без каких-либо побочных эффектов. Для пациентов же с более низким риском, менее 15, то такими целевыми значениями могут быть цели менее 140 и 90 мм тутного столба. То есть на сегодня мы видим вот эту разницу. Ну и более того, было ряд исследований, ряд метаанализов даже, которые показали, что, в общем-то, наверное, пациентам вообще с сахарным диабетом не стоит нормализовывать артериальное давление до уровня ниже 120-80 мм тутного столба. Потому что по данным тех же исследований, это никаких дополнительных преимуществ не приносит. И, соответственно, вот эти целевые значения, да, они более оправданы для наших пациентов. Но и вы прекрасно знаете также, что совсем недавно в этом году опубликованы рекомендации в российском кардиологическом журнале, да, которые учитывали как раз и сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета, они нам говорят о том, что в качестве целевого уровня снижать систолическое артериальное давление у пациентов с сахарным диабетом моложе 65 лет до значений 130 и ниже при хорошей переносимости, но не ниже 120. То есть вот эта группа пациентов моложе 65 лет. А у пациентов старше 65 лет рекомендуемый уровень целевых значений систолического артериального давления должен составлять 130-139 миллиметров ртутного столба. И аналогично диастолическому давлению, аналогично систолическому для диастолического, для всех возрастных групп, этот целевой уровень диастолического давления должен быть от 70 до 80 миллиметров ртутного столба. То есть вот, собственно, те современные рекомендации 2020 года, к которым мы на сегодня должны стремиться при сочетании артериальной гипертензии и сахарного диабета. Ну и на сегодня первая рекомендация по лечению, а мы переходим уже к лечению, которая необходима нашим пациентам, это изменение образа жизни. Ну, поскольку этот вопрос вызывает тоже некоторые проблемы, я немножко буквально расскажу все-таки, что подразумевается под этими мероприятиями. Но практически не буду комментировать, просто вот мы их перечислим. Да, это ограничение употребления поваренной соли до 5 грамм в сутки, хотя вот, на мой взгляд, ограничение 5 грамм в сутки – это никакое не ограничение, это нормальное употребление соли. И, соответственно, 5 грамм – это, в общем, обычная нормальная еда, практически без подсаливания. Также рекомендуется употребление овощей до 300 грамм в сутки, орехов, ненасыщенных жирных кислот, например, оливкового масла, и низкое употребление красного мяса. Желательно использовать молочные продукты с низким содержанием жира. Употребление рыбы не реже 2 раза в неделю. Естественно, это контроль массы тела, это сниженное употребление алкоголя для мужчин не более 14 единиц алкогольных в неделю, для женщин не более 7. Отказ от курения и регулярные аэробные физические нагрузки. Но, кстати, по данным исследований, вот такое управление образом жизни, оно является действительно хорошим, и, соответственно, это влияет на течение в дальнейшем артериальной гипертензии. Причем вот были такие исследования, которые показали вот эти мероприятия влияния на пациентов, и было показано, что особенно физическая активность у пациентов с артериальным давлением более 120 и 80 миллиметров втутного столба действительно влияет на снижение артериального давления. Но что такое физическая активность? Еще раз напомню, что это аэробные физические нагрузки, например, прогулка на свежем воздухе 30-40 минут 5-7 дней в неделю. То есть вот такая рекомендация. Ну и, соответственно, следующая рекомендация. Все-таки мы с вами знаем, что сейчас очень много гипотензивных препаратов. Какие же из них мы рекомендуем использовать при сахарном диабете? Ну и я немножко охарактеризую вот те препараты, которые на сегодня рекомендованы к использованию при сахарном диабете. Первой группой таких препаратов являются препараты, блокирующие ренино-ангиотензиновую систему. Это либо ингибиторы ангиотензин, превращающие в ферменты ингибиторы АПФ, или блокаторы рецепторов ангиотензина 2, БРА. Вот что касается этих препаратов, на сегодня известно, что они не оказывают негативного влияния на углеводный и липидный обмен, снижают инсулинорезистентность и периферических тканей, что очень важно именно при сахарном диабете. Причем эта группа препаратов обладает нефропротективным действием, которое не зависит от их антигипертензивного эффекта, а поэтому пациентам с сахарным диабетом первого и второго типов с целью непрофракции, особенно ингибиторы АПФ, назначают при выявлении микроальбуминурии и протеинурии даже при нормальном уровне артериального давления. Естественно, учитывая побочные эффекты терапии, следует проводить под контролем уровня креатинина и калиоплазмы. И, естественно, при гиперкалиемии более 6 ммол на литр и повышении креатинина плазмы более 30% от исходных значений через 2 недели после начала, либо ингибитор АПФ, либо БРА, эти препараты отменяются. Но и также напомню, что они противопоказаны при двухстороннем стенозе почечных артерий, при беременности и лактации, и вообще при гиперкалиемии более 5,5 ммол на литр. Диуретики. Тиозидные диуретики назначаются в дозах 12,5-25 мг в сутки, не вызывая значимых метаболических нарушений. Извините, в слайде ошибка. Это, конечно, не препараты, блокирующие ренино-ангиотензиновую систему, это диуретики. Так вот, тиозидные диуретики в дозах 12,5-25 мг не вызывают значимых метаболических нарушений, что важно при сахарном диабете. Надо помнить, что тиозидные и тиозидоподобные диуретики противопоказаны пациентам с СКФ менее 30 и пациентам с подагрой. Пациентам с артериальной гипертензией при сахарном диабете петлевые диуретики назначают при наличии хронической сердечной недостаточности, но, а также, в принципе, можно при наличии артериальной гипертензии СКФ менее 30, то есть при наличии отечного синдрома. Если говорить о назначении калийсберегающих диуретиков, то их можно рассмотреть при резистентной артериальной гипертензии в схеме, но, как правило, это уже третий препарат, который добавляется к двум другим гипотензивным препаратам, если, правда, СКФ более 60. Если же СКФ менее 60, назначение, например, спиринолактона или эпилеринона, оно сопряжено с высоким риском ухудшения функции почек и развития гиперкалиемии, поэтому, в общем-то, также это не совсем хорошо при сахарном диабете. Ну и также нежелательно при сахарном диабете использовать осмотические диуретики. Блокаторы кальциевых каналов. Эти препараты нейтральны метаболически, то есть они не влияют на углеводный и липидный обмен и пуриновый, также не повышают риск развития сахарного диабета. Они обладают нефропротективным эффектом и снижают выраженность микроальпоминурии, соответственно, замедляют прогрессируем диаптической нефропатии, но, правда, этот эффект у них менее выражен, чем у ингибиторов АПФ. Ну, а препаратами выбора для лечения изолированной систолической артериальной гипертензии при сахарном диабете являются дегидроперемидиновые препараты длительного действия. Они являются препаратами первой линии для лечения артериальной гипертензии при беременности. И более того, эти группы препаратов предпочтительно назначают женщинам с артериальной гипертензией и с сахарным диабетом еще на стадии планирования беременности. Что касается бета-блокаторов, то они при сочетании артериальной гипертензии и сахарного диабета назначаются пациентам с ишемической болезнью сердца, в частности, это перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность, вибрилляция предсердий, ну, а также беременность и ее планирование. Неселективные бета-блокаторы не рекомендуется использовать у пациентов с сахарным диабетом с целью коррекции артериального давления, поскольку они негативно влияют на липидные обмены, повышают риск развития сахарного диабета из-за того, что усиливают периферическую инсулинорезистентность. Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется назначение кардиоселективных бета-блокаторов или бета-блокаторов с вазодилатирующим эффектом. И более того, бета-блокаторы с вазодилатирующим эффектом, они не оказывают влияние ни на углеводный, ни на липидный обмен и способны повышать чувствительность ткани к инсулину. Ну и, наконец, препараты центрального действия из группы агонистов 2-ми дозолиновых рецепторов. Они обладают благоприятным метаболическим профилем, они снижают инсулинорезистентность, гипергликемию нейтрально по отношению к липидному обмену. Но они особенно рекомендуются пациентам в качестве составной части комбинированной терапии у пациентов с резистивной артериальной гипертензией и наличием ожирения. Таким образом, мы с вами увидели, какая группа препаратов может использоваться при сочетании артериальной гипертензии и сахарного диабета. И вот на сегодня предлагается, разработан и предлагается в следующий алгоритм, который вы видите у себя на экране. Ну, во-первых, возникает вопрос, исходный уровень артериального давления и начальное количество гипотензивных препаратов. Так вот, начальное лечение для пациентов с сахарным диабетом зависит от тяжести гипертонии. Те, у кого артериальное давление между 140 и 90 и 159 и 90, они могут начинать лечение с одного препарата. А вот те пациенты, у кого артериальное давление более 160 и 100 мм тутного столба, здесь уже для более эффективного достижения адекватного контроля давления необходимо назначение сразу двух препаратов. Причем можно даже и нужно рассматривать комбинации в одной таблетке нескольких гипотензивных препаратов. Что еще нужно знать? Это наличие или отсутствие артериальной альбуминурии. От этого будет также зависеть тактика выбора гипотензивного препарата при сахарном диабете. При наличии альбуминурии, соответственно, препаратами выбора в первой группе группы монотерапии являются ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину-2. При ее отсутствии в этой группе выбор несколько более широк. К первым двум группам препарата добавляются еще блокаторы кальциевых каналов и диуретики. Если же пациенту уже исходно назначен два вида препарата и имеется альбуминурия, то у нас здесь как бы сочетание двух компонентов. Это либо ингибитор АПФ, либо и блокатор, или, вернее, блокатор рецепторов к ангиотензину плюс блокатор кальциевых каналов или диуретик. Если же альбуминурии нет, то выбор состоит из трех групп препаратов. Это ингибитор АПФ плюс блокатор кальциевых каналов, это ингибитор АПФ плюс диуретик, это блокатор рецепторов к ангиотензину плюс блокатор кальциевых каналов или блокатор рецепторов к ангиотензину плюс диуретик. То есть вот, собственно, такой алгоритм. Дальше мы, естественно, контролируем уровень артериального давления и побочных эффектов и, соответственно, смотрим, достигнута ли цель, которую мы себе поставили по уровню артериального давления. Если цель достигнута, естественно, мы продолжаем лечение теми же препаратами. Если цель не достигнута, то мы добавляем какой-то третий препарат из тех же групп. То есть ингибитор АПФ-БРА, блокатор канциевых каналов, диуретики. Если же есть побочные эффекты, соответственно, мы заменяем какой-то из этих препаратов на препарат из других групп. Ну и далее опять мониторируем цели и, соответственно, смотрим наличие или отсутствие побочных эффектов. Ну, основными побочными эффектами этих препаратов могут быть гиперкалимия и острое почечное нарушение. Ну, да, мы прекрасно знаем, что лечение ингибиторами АПФ-БРА может вызвать острое поражение почек и гиперкалимию, в то время как диуретики, наоборот, могут вызвать гипокалимию или также острое поражение почек. Поэтому, в общем, при назначении этих препаратов в сочетании с сахарным и диабетом, очень важно мониторировать такие показатели, как креатинин в сыворотке крови и калий. Это обязательное условие контроля этой группы препаратов. Ну и, соответственно, если мы уже не достигли цели на тройной комбинации, Что нам говорят дальше рекомендации? Что пациенты с артериальной гипертензией, которые не достигают цели артериального давления при приеме трех классов антигипертензивных препаратов, включая диуретик, должно быть рассмотрено назначение антагонистами минералокортикоидных рецепторов. То есть вот здесь надо оценить и посмотреть, насколько эти препараты показаны пациенту и можно ли их использовать в качестве уже четвертого препарата для лечения артериальной гипертензии. Соответственно, сегодня мы с вами говорим о том, что особенностями лечения сахарного диабета артериальной гипертензии при сахарном диабете является просто, в общем-то, выбор различных препаратов. Как вы видите, тактика назначения этих препаратов не сильно отличается от общей популяции пациентов, которые сахарного диабета не имеют. И, соответственно, здесь нужно помнить о том, что просто более тщательно должны отслеживаться побочные эффекты. Ну и когда мы говорим про артериальную гипертензию, мы, конечно, не можем не сказать и про гликемический контроль у этих пациентов. Опять-таки, возвращусь к тому, что мы говорили в самом начале моего сообщения, что артериальная гипертензия является мощнейшим фактором риска сердечно-сосудистых событий. И то же самое гипергликемия является таким же мощнейшим фактором сердечно-сосудистых заболеваний. Чем выше уровень гликированного гемоглобина, тем, соответственно, выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мы уже с вами видели эту табличку, да, то есть, соответственно, и общий исход сердечно-сосудистых заболеваний, и смертность, и количество нефатальных инфарктов, миокардов, инсультов, все это увеличивается при гипергликемии. Поэтому контроль гликемии очень важен при сахарном диабете, и как бы мы ни старались, если мы не нормализуем гликемический контроль, соответственно, мы можем, даже если мы достигли целевых значений уровня артериального давления, но мы можем получить у этого пациента с высоким уровнем глюкозы крови сердечно-сосудистые неблагоприятные исходы. Об этом нужно помнить, а поэтому самоконтроль, как всегда, собственно, мы на каждой лекции об этом с вами говорим, он необходим и для этой группы пациента также обязательно, и, соответственно, мы с вами будем использовать наш любимый глюкометр Contour Plus One, который способствует более хорошему современному самоконтролю. Но не будем забывать про старый Contour TS, который немножко обновился сейчас, и он также подходит особенно пожилым пациентам, потому что там большой экран, и это удобно пациенту, у которого несколько ослаблено зрение. Если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Большое спасибо. Вопросы. Может быть, нам удастся озвучить цифры, которые по опросу прошли? А мы их продемонстрировали. Ну, хорошо. Значит, по опросу у нас получается, что в конференциях, включая внутрибольничные, люди участвуют, а в написании статей, ну, достаточно мало. Значит, я видел, тут один был вопрос по ковиду, что нередко появляется гипергликемия, как оценивать данный факт при ковиде? У нас была уже лекция по сочетанию ковиде. Да, ну, люди могли... Теорет, действительно, при ковиде, уже диагностированном, я так понимаю, действительно будет повышение гипергликемии, и мы всегда рекомендуем, я работаю, просто консультирую красную зону, ну, правда, дистанционно, да, как эндокринолог, и мы всегда рекомендуем, если гипергликемия выше 13, это однозначно инсулинотерапия в любом виде. Если это ниже сахара 13, то здесь надо посмотреть, но очень часто мы все равно добавляем инсулин. То есть здесь тактика, в общем, такая, что гипергликемия, она усугубит отрицательный исход, то есть она резко повышает смертность при сахарном диабете от осложнений. Поэтому инсулинотерапия здесь обязательно нужна, но, правда, есть одно но, что целевые значения не надо, сахар снижать, опять-таки, слишком низко. То есть даже при инсулинотерапии мы стремимся достичь уровня глюкозы крови от 8 до 10, то есть для того, чтобы не навредить этому пациенту. Ну, и сейчас довольно много сведений о том, что, ну, статей я вижу о том, что вызывает ковид сахарный диабет. На самом деле это понятно, потому что поражение идет всех органов и тканей. Это диссеминированное внутрисосудистое свертывание, распространенный воскулит, и в том числе и поджелудочные железы поражение, поэтому тут может быть все, что угодно, и никакого удивления у меня, например, это не вызывает. То есть это, ну, может быть, и что делать. Так, еще вопросы, друзья. Что-то не видно. Значит, судя по сегодняшней лекции, по сегодняшней лекции можно применять все препараты, которые используются в лечении гипертонии. Я, конечно, сильно не люблю гипотеозит. Ну, поскольку я много лет работаю с профессором Цурко, то меня научили, что подагра – это результат, в том числе применения препарата. Вот. Ну и, соответственно, мы очень к нему плохо относимся. Ну вот. На сегодняшний день есть замечательный теросимид, которым можно пользоваться, который точно не вызывает никаких осложнений. Кроме того, одно из исследований, если я так запомнил, Адванс, по-моему, да, проводилось, мне так кажется, можно быть и точнить, на представителях желтой расы. Дело в том, что они более чувствительны к ингибиторам АПФ, это потом уже было показано, и на них получили, ну, там не то, что только на них, но было очень много включено представителей желтой расы. И это привело к искаженным таким, хорошим искаженным результатам, вот, потому что, если бы, например, среди испытуемых были бы одни армяне, то там бы точно ничего бы не получилось, потому что армяне, наоборот, очень устойчивы к препаратам. Сейчас этот вопрос такой скользкий в связи с происходящими событиями в мире, да, особенно в Соединенных Штатах, но тем не менее мы должны не забывать о том, что существуют различия по чувствительности, они просто известны, чем обусловлены, между различными народами, расами и так далее. И поэтому при анализе подобных исследований всегда надо помнить о том, на ком эти исследования проводились. Ну, Павел Андреевич, не только на ком, но еще чем, как выяснилось. Те же вот исследования сприт и аккорд, оказывается, проводились с помощью полуавтоматического аппарата для измерения артериального давления, который давал занижение на где-то в среднем 5-10 миллиметров тутного столба артериального давления. И сейчас это выявлено, и вот теперь смотрят, что с этим можно сделать. Тоже приятно, да, учитывая, что еще нельзя измерить давление. Нормально у больных с нарушениями ритма, да, их тоже немало может оказаться. Тоже было бы неплохо такие поправочки делать. Ну, то есть мы должны понимать, что отношение к исследованиям все-таки должно быть с определенной долей критики. Да, тем более сейчас вот то, что мы видим с азитромицином и этим самым хлорохином, с хиной, да, ну, в общем, страшное дело. С одной стороны, никто не говорит, что они работают, и нет ни одного исследования, доказывающего, что они работают. С другой стороны, исследование, которое показало их страшную опасность, признано признано плохим, и снято с печати, с публикацией. Вот. Ну, что делать? Жизнь такая у нас, я еще раз повторяю, в этом году с ковидом связаны такие большие перетурбации в нашей жизни, что мы их даже пока оценить не можем. Да, вот я же начал с образования, но не только образования. Мы отказались полностью в этом году от медицины, основанной на доказательствах. Мы сказали, что нет, какая медицина доказательствует? Голая эмпирика, давайте пробовать каждый препарат, кто во что гораст. Одни это дают, другие это дают, и вперед из песни. Вот. Тут появился вопрос. Да, 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 я вижу. Соответственно, максимально может употреблять гипертоник с диабетом, имеется в виду количество калорий за сутки, и расчет ИНТ умноженный на 5. Нет, такой расчет не совсем правомочен. Самый простой расчет калорийности – это рост минус 100, и минус 5% для мужчин, и 5%, и 10% для женщин. Это будет суточный калораж. А, соответственно, для того, чтобы получить количество тех же углеводов, надо разделить это на 2, и потом еще разделить на 4. Вот мы получим в граммах количество углеводов за сутки. Соответственно, а, имеется в виду количество жидкости. Ну, вообще формулы для расчета жидкости при сахарном диабете отдельно не используются, да и без сахарного диабета они, к сожалению, достаточно приблизительные, все формулы. Ну, считается, что за сутки пациент должен употреблять где-то 1,5-2 литра жидкости. Индивидуальный расчет как бы… Ну, этих формул много, можно попробовать, но они не совсем точны, поэтому мы не пользуемся такими расчетами. Ну, насколько я понимаю, жидкость определяется диурезом и отеками, в общем. Вряд ли что-то еще нужно здесь добавлять. Каждый индивидуальный, сколько хочет, столько пьет, если это не вызывает никаких неприятных ощущений. Еще вопросы, друзья? Спасибо, Бол. Спасибо, Бол. Вот это… Ну, ладно, тогда поблагодарим Юрия Алексеевича за очередное хорошее выступление, такое практическое. Вот. Значит, мы в следующий раз встречаемся 8 июля. Единственное, вот у нас со временем, конечно, мы обычно все-таки в 5.30 встречаемся, но в этот раз Юрий Алексеевич попросил нас сделать пораньше. Я не знаю, насколько это удобно всем или неудобно, мне трудно что-то сказать. Вот. Ну, если что-то, напишите тогда нам, что вам неудобно или удобно, чтобы мы могли скорректировать время. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...